При обработке изображений часто требуется изменять какие-то его составляющие или детали. Для этого обычно выделяют определенные область на изображении и работают именно с ним. Для того, чтобы создать выделенную область на изображении используются инструменты или команды выделения. Давайте рассмотрим основные понятия. Во-первых, для того, чтобы начать работать с изображением, его, как ни странно, необходимо открыть. И опять-таки, как ни странно, именно в фотошопе, так как именно о данном программном продукте идет речь. После того, как документ открыт в фотошопе, можно приступать к выделению необходимой части изображения. Выделенная часть изображения показывается контуром, состоящим из перемещающихся элементов пунктирной линии. Процесс выделения изображения иногда называют процессом маскирования, а соответственно область, не затронутую выделением, называют замаскированной. Необходимо также знать, что если в документе присутствует активная выделенная область, то все инструменты и команды редактирования будут работать только внутри этой выделенной области. Также контур выделенной области имеет такое свойство, как прозрачность. Если выделенная область прозрачна более чем на 50%, то на экране она не отображается. Это может на начальных этапах знакомства с программой вводить заблуждение. Рассмотрим инструменты выделения, обладающие заданной формой. Первый инструмент, с которым мы познакомимся, называется прямоугольное выделение. Или прямоугольная область. Как только мы активируем любой из инструментов, у нас соответственно меняется панель атрибутов или панель свойств этих инструментов. Давайте посмотрим, какие здесь есть переключатели или режимы работы. Первые четыре квадратика. Как мы видим, зажатый первый квадратик, имя которого новая выделенная область, означает, что при создании в этом режиме области, которые существовали до этого, исчезли. Если выделять в этом режиме, на экране всегда будет присутствовать только одна выделенная область. Если же в процессе выделения мы не захватываем всю фигуру, можно воспользоваться следующим режимом, который называется добавление к выделенной области. В этом режиме можно объединять выделенные области вместе или создавать в различных областях документа различные выделенные области. Следующий режим называется вычитание из выделенной области. он позволяет отсечь от выделенной области определенную ее часть или вырезать из нее какую-то определенную часть. И последний режим называется пересечение. создавая выделение в этом режиме активными после применения окажутся только те части выделенных областей, которые попадают под эту выделенную область, которую вы создаете. Все остальные области, не вошедшие в нее, будут отсечены. Кроме этого, есть такой параметр выделенной области, который называется растушевка. Он задается в пикселях. Растушевка создается по контуру выделенной области. И это значение по контуру выделенной области плавного перехода в прозрачность. Давайте рассмотрим, как же будет выглядеть изображение без растушевки. Для этого я выделю определенную часть изображения, скопирую и вставлю в новый документ. Как мы видим, изображение прямоугольное с четкими краями и границами. Далее я задам растушевку, например, 50 пикселей, вернусь в выходный документ и создам новое выделение с растушевкой 50 пикселей. Нужно оговориться, что этот параметр растушевки, задаваемый здесь, применяется только к создаваемым вновь выделенным областям. К существуемым выделенным областям этот параметр не применяется. Для этого нужно воспользоваться командой растушевки и с пунктами ее выделения. Значит, создаем опять-таки выделенную область уже с растушевкой. И что мы видим? Мы видим, что у нас на углах были визуально произведены скругления. Но на самом деле это не так. На самом деле если вставить новый документ, мы с вами увидим, что четкого контура выделенной области не существует, а существует плавное перетекание в прозрачность. Это легко продемонстрировать, если у нас с вами допустим новый документ будет с другим цветом фона. Вот. И здесь хорошо видно, что этот цвет фона он проглядывает на этой вот фотографии. Можно также копировать это изображение прямо на документе, воспользовавшись комбинацией горячих клавиш Ctrl-C и Ctrl-V, мы с вами увидим, что по краям изображение действительно является прозрачным. Следующим пунктом свойств выделенных областей является стиль, который позволяет задать пропорции выделенной области. используя стиль обычный, мы вручную ничем не ограничиваясь создаем выделенную область на глаз. Если же использовать стиль заданными пропорциями, мы можем указать пропорции сторон этого прямоугольного выделения. например, один к одному. В этом случае, как бы мы ни старались, наше выделение будет пропорционально. Для выделений прямоугольных всегда будет получаться квадрат. Если же мы зададим пропорции один к двум, одна сторона выделенной области будет всегда в два раза больше другой. И последний стиль, который может быть использован, это стиль заданных размеров, где пользователь может задать вручную размеры выделенной области. Только такого размера выделенной области будут создаваться во всех режимах, которые можно использовать. Обычно требуется работать в стиле обычном для того, чтобы осуществлять произвольное выделение используя манипулятор мыши так, как нам необходимо. Новшеством в данном программном продукте является то, что во время выделения мы видим подсказку шеевая ширина и высота, которые отображают в пикселях размеры создаваемой в данный момент выделенной области. Как только выделенную область мы создаем, эта информация становится неактивной. Для того, чтобы перемещать пустую выделенную область, необходимо переключиться в режим создания новых выделенных областей, ввести курсор мыши внутрь выделенной области, зажать левую кнопку мышки и зажатой левой кнопкой мышки осуществить перемещение выделенной области в необходимую часть документа. Если использовать при перемещении выделенной области инструмент перемещения, то, как вы видите, будет произведено вырезание не только выделенной области, но и изображение, которое попадает внутрь. Рассмотрим возможности работы с инструментом выделения. Для того, чтобы создать пропорциональную выделенную область, можно использовать стиль пропорций, указав один к одному. Второй вариант. Можно использовать обычный стиль, но во время создания выделенной области в ручном режиме, зажать клавишу Shift на клавиатуре. В таком случае выделение будет тоже пропорционально. В случае, когда необходимо создавать выделенную область не с края по диагонали, а из центра определенного графического объекта, необходимо зажать на клавиатуре клавишу Alt. В этом случае выделение будет производиться из центра, который вы укажете изначально. Если необходимо создать пропорциональную выделенную область из центра графического объекта, необходимо зажать клавиши Shift и Alt на клавиатуре и таким образом выделение будет создаваться пропорциональным и из центра, который вы указываете. Для того, чтобы отключить выделенную область, можно использовать комбинацию клавиш на клавиатуре Ctrl плюс D в английской раскладке. Или можно воспользоваться командой выделения отмена выделенной области в той же комбинации клавиш Ctrl плюс D. Также можно с помощью мышки отключить выделенную область, если выбрать на панели атрибутов инструмента режим нового выделения и щелкнуть мышкой в произвольном области рабочего пространства документа. Давайте рассмотрим тот элемент, который мы не успели рассмотреть ранее, это возможность уточнения края выделенной области. рассмотрим как с помощью инструмента прямоугольное выделение выделить графический объект ну допустим не прямоугольной формы, попробуем выделить елочку. Вот я создал прямоугольное выделение грубое такое вот, в которое вписалась елочка. Естественно контур выделенного объекта не соответствует контуру выделенной область. Попробуем поманипулировать этим контуром с помощью меню уточнения края. Давайте рассмотрим из чего состоит данное меню. Во-первых режим просмотра. Нажав на раскрывающийся список вида мы можем выбирать каким же образом будет отображена информация графическая о выделенной области и о документе в целом. Например первый пункт марширующей муравьи позволяет вывести на экран изображение и с помощью марширующих муравьев отображает выделенную область. Второй пункт наложение в этом случае отображается выделенная область в цвете оригинала остальная область закрашена красным цветом системным цветом маскирования этот цвет установлен по умолчанию в программном продукте Photoshop для отображения замаскированных областей. Третий вариант на черном фоне изображения выделенной области. Следующий вариант обратный на белом фоне отображения выделенной области. Вариант черно-белое отображение когда белым элементом продемонстрирована схематично выделенная область а остальная область показана черным. На слоях выделенная область отображается цветным изображением а то что не входит в выделенную область отображается системным цветом указания прозрачности. как мы знаем уже прозрачность в фотошопе указывается с помощью черно-белой серо-белой такой вот шахматки. И последний вариант показывает все без разделения на выделенную область и на область которая выходит за рамки выделения. Проще всего ориентироваться наверное на примере вывода или на каком-то определенном фоне или на слоях. Допустим оставим вариант на слоях когда показана выделенная область а остальная индикаторами прозрачности в виде шахматки. Следующий пункт обнаружение краев где есть единственный регулятор размер области уточнения который называется радиус с помощью данного регулятора можно попытаться задать более точно контур выделенной области для того чтобы визуально видеть каким образом осуществляется регулировка контура области можно включить в режимах просмотра галочку показывать радиус таким образом будет видно где же у нас будет осуществляться добавление вот этого радиуса контура выделенной области смысл работы команды уточнить край заключается в том что данная команда анализирует вид края первоначального выделения чтобы решить какой еще часть изображения должна быть присоединена к нему радиус определяет значение того как далеко будет распространяться от первоначального края выделения этот радиус так называемый дополнительный регулятор умный радиус позволяет более тонко регулировать границы выделенной области если в них включены какие-то неравномерные объекты если объект какой-то симметричный или равномерный активация галочки умный радиус скорее всего не потребуется под вкладкой обнаружения краев расположена следующая вкладочка настройка края с помощью данных 5 индикаторов можно существенно видоизменить настройки края например если у нас получается выделенная область большими неровностями можно сгладить эти неровности с помощью соответствующего ползунка если необходимо придать полупрозрачный переход контуру выделенной области используется пункт растушевка если необходимо обострить край выделенной области за счет повышения контраста можно использовать следующий ползунок контраст и для того чтобы отрегулировать ширину зоны выделенной области можно использовать ползунок сместить край в сторону увеличения или же наоборот в данном случае у нас можно в сторону уменьшения чтобы отсечь ненужные части изображения которые попали в зону выделенной области также есть возможность вернувшись в пункт обнаружения краев использовать ручной инструмент уточнения радиуса иначе говоря уточнение контура выделенной области и те части изображения которые нам нежелательны можно вот так обработать и впоследствии они исчезнут из зоны выделения таким вот образом можно получить контур выделенной области графического объекта ну и последняя вкладка которая называется вывод позволяет задаться целью куда же будет выведено изображение внутри выделенной области здесь опять-таки есть пять вариантов даже шесть вариантов во-первых будет создан контур выделения во-вторых будет создана маска слоя в-третьих будет создан новый слой куда будет помещена область изображения ограниченной в нашем выделении можно создать слой со слоем маской и можно создать новый документ и поместить туда это графическое изображение и второй вариант новый документ с помещенным графическим изображением с использованием маски слоя мы допустим создадим новый слой на основе выделенной области кроме всего прочего есть возможность использовать так называемый параметр очистить цвет если существует какая-то определенная окантовка вокруг оригинального изображения цветная устранить этот дефект можно попытаться с помощью данного пункта очистки цвета в данном случае это не требуется нажав кнопочку ок мы получаем новый слой с изображением вот допустим елочки ну несмотря на то что это было грубое выделение результат все-таки довольно интересный давайте попробуем с помощью прямоугольного выделения выделить вот допустим человечка ну как вы успели заметить человечек по своей форме не является квадратным или прямоугольным он имеет достаточно сложную форму но тем не менее в режиме добавления выделенных областей мы можем с помощью данного инструмента выделить графический объект ну естественно выделив таким вот образом графический объект нас это выделение скорее всего не удовлетворит поэтому мы воспользуемся диалоговым меню опять-таки уточнить край для того чтобы попытаться сделать выделену область более точную соответствующую этому графическому объекту опять выбираем инструмент уточнения края с помощью задания радиуса и показываем те части графические которые с нашей точки зрения являются ну немножечко лишними на изображении таким образом мы получаем грубое но достаточно быстрое выделение графического элемента с помощью инструмента прямоугольное выделение рассмотрим следующий инструмент заданной формы следующий инструмент называется овальная область активируем данный инструмент и в первую очередь смотрим на панель атрибутов или панель свойств инструмента в данном случае мы можем наблюдать что те же пункты которые мы видели рассматривая инструмент прямоугольная область они же характерны и для пункта овальная область ну с некоторым изменением небольшим ну опять-таки присутствует 4 варианта создания выделенной области новое выделение добавление к выделенной области вычитание из выделенной области и пересечение выделенных областей растушевка которая позволяет задать плавный переход контура выделенной области в прозрачность ну давайте посмотрим как без растушевки будет выглядеть графическое изображение а теперь посмотрим как будет выглядеть это же графическое изображение если мы с вами зададим растушевку допустим 50 пикселей и из центра зажав клавишу alt создадим выделенную область и скопируем новый слой то есть мы наглядно видим что по контуру выделенной области было создан плавный переход в прозрачность заданной шириной 50 пикселей 25 пикселей наружу от выделенной области 25 пикселей внутрь от выделенной области таким образом часто создается эффект виньетки на альбомах выпускников школ разница в свойствах прямоугольного выделения и овального выделения есть управляющий флажок включить сглаживание дело в том что мы знаем что графическое изображение состоит из точек соответственно круг или овальное выделение контур этого выделения описывается тоже по вот этим пикселям точкам или квадратикам поэтому для того чтобы сгладить неровность чтобы выделенная область была более плавная дополнительно используется этот пункт который называется сглаживание гранит выделенная овальная область далее следует три стиля создания выделенной области обычной когда мы задаем произвольно с помощью манипулятора мышь выделена область заданные пропорции опять таки мы имеем возможность вручную задать пропорции один к одному всегда будет получаться круг один к двум это стороны всегда будут получаться эллипсы и задания размеров значит каких-то произвольных всегда будут получаться выделены область тех размеров которые были заданы соответствующие поля ввода информации также активно кнопка вызова диалогового меню уточнение края все эти элементы мы только что рассматривали на примере прямоугольной выделенной области они абсолютно идентичны следующие инструменты имеющие форму это два инструмента которые называются горизонтальная строка и вертикальная строка активировав данные инструменты мы увидим опять таки четыре режима работы возможность растушевки и возможность уточнения края данные инструменты служат для создания бесконечного такого длинной выделенной области шириной в один пиксель можно создавать горизонтальные выделенные области шириной в один пиксель и соответственно вертикальной вертикальной выделенной области шириной в один пиксель если мы попытаемся задать растушевку ну хотя бы один пиксель то получим вот такое вот сообщение об ошибке ни один пиксель не был не выделен более чем на 50% границы выделенной области не будут видны то есть это означает что когда у нас существует выделенная область шириной в один пиксель растушевать мы ее уже к сожалению не сможем ну соответственно уточнение краев будет возможно только в сторону увеличения выделенной области а не уменьшения на этом рассмотрении инструментов имеющую заданную форму завершает